Для многих мусульман построение идеального исламского государства является мечтой. Осуществимой, но не осуществленной. По сути, утопией. Мы живем в несовершенном мире, и многие стремления верующих ограничиваются законами, международными нормами и правами. Так называемое исламское государство Ирака и Леванта по международным нормам идентифицируется как террористическая организация. ИГИЛ также считается квази-государством, поскольку ни одна страна мира его не признает государством, но оно имеет свою территорию, население, правительство и вступает в отношения с другими государствами. Главной проблемой существования исламского государства является то, что от его деятельности страдают и гибнут мирные жители, в первую очередь мусульмане, поскольку ИГИЛ стирает границы не посредством дипломатии, а с помощью оружия. По сути, ИГИЛ – это международная суннитская организация, которая в 2014 году провозгласила себя всемирным халифатом с шариатской формой правления и столицей в сирийском городе Эр-Рака. Территориально ИГИЛ занимает часть Ирака и Сирии, однако подконтрольные ему группировки ведут террористическую деятельность в Ливане, Афганистане, Алжире, Пакистане, Ливии, Египте, Йемене, Нигерии и в других странах. Начало ИГИЛ было положено террористической организацией Аль-Каида, которая в 2006 году организовала совещательное собрание маджахедов, которое возглавил Абу Амар Аль-Багдади. Со временем к этой организации присоединились другие радикальные исламские группировки, в результате чего появилось исламское государство Ирак. После гибели в 2010 году Амара Аль-Багдади лидером этой организации стал Абу Барак Аль-Багдади. Саламу алейкум и рахту Аллахи и баркату. И в частности глава, нынешний глава самопровозглашённый халиф исламского государства, так называемого, Абу Бакар Аль-Багдади, который в своё время являлся представителем братьев-мусульман, но после того, как отсидел, он становится на позиции такого жёсткого джихадиста и в 2010 году он возглавляет эту организацию. Со временем боевики исламского государства Ирак включились в гражданскую войну в Сирии, присоединив таким образом часть территории этой страны и изменив название на исламское государство Ирака и Сирии, по другой версии Леванта. Абу Бакар Аль-Багдади был объявлен халифом этого самопровозглашённого халифата. Группировка значительно расширила свою территорию летом 2014 года. В результате масштабного наступления на северо-западные районы Ирака и северные районы Сирии буквально за один месяц были взяты под контроль Масул, Тикрит и многие другие города. Считается, что в принципе победы, во многом победы, которые были совершены так называемым исламским государством в 2014 году, они обусловлены как раз офицерским корпусом бывших боосистов, большая часть из которых принадлежит к так называемой армии мужчин Тариката Аннагжбандия. То есть это иракские суфии, в основном офицеры. То есть мы можем говорить, что офицерский корпус ИГИЛа во многом представлен этой организацией. Таким образом территория под контрольной ИГИЛ простирается от города Алепа на севере Сирии до провинции Диала на востоке Ирака. Боевики ИГИЛ также контролируют два крупных месторождения нефти, что вызывает разговоры в мировых средствах массовой информации о контрабанде нефти с этих территорий и её реализации через посредников в Турции. Военное дело стало основой существования ИГИЛ. Убивать здесь учат с малых лет. Дети тренируются убивать на пленных, создаются женские ударные группы, восстановлены рабство и торговля иноверцами. Мобилизация в армию ИГИЛ проводится в Сирии и Ираке, но по данным американских спецслужб, к группировке присоединяются в среднем около тысячи человек в месяц из других стран. По оценкам некоторых экспертов, даже впечатляющих мобилизационных ресурсов исламского государства, с точки зрения того, вот охвата географии и разнообразия социальных групп, в том числе, это касается, и об этом уже говорилось, и преимущественно молодых людей из вполне респектабельных и далеко не исламских стран, как та же Великобритания. Например, есть статистика, да, что даже среди женщин, которые пока в меньшинстве, в рамках вот исламского государства, 60 гражданок Великобритании. В ноябре 2014 года численность боевиков ИГИЛ составляла около 200 тысяч человек. При радикальном исламизме, который является основой существования ИГИЛ и нетерпимости к другим религиям, постоянных преследованиях, доносах и жестоких наказаниях за нарушение правил проживания на территории этого непризнанного государства, очевидцы отмечают некоторые положительные для населения моменты. В частности, боевики восстановили инфраструктуру разрушенных Иракской войной городов, открыли больницы, школы, дали людям чистую воду и электричество. Исламское государство себя на уровне риторики, наверное, и даже названия позиционирует все-таки как проект создания государства и общества на основе исламской традиции. А это автоматически связывается с принципами социальной справедливости, равенства, честного правителя, исламской демократии. И, в общем-то, определенная эффективность организации социально-экономической жизни на той территории, которая подконтрольна исламскому государству, конечно, в сравнении с тем хаосом, отсутствием правил на соседних территориях региона, она, возможно, каким-то образом срабатывает. Поскольку ИГИЛ связан с Аль-Каидой, а на ее территории действует режим пыток и жестокости, нарушаются права человека и международное право, большинство стран Запада признали ИГИЛ террористической организацией. К такому же мнению пришла и Лига арабских государств. А духовные лидеры других государств, которых ислам является государственной религией, указали на то, что ИГИЛ не может претендовать на роль всемирного халифата, поскольку идеи жестокости, террора и экстремизма не имеют ничего общего с исламом. Что касается экономической поддержки, то по данным американских спецслужб, финансовые доноры ИГИЛ находятся на территории Катара, Турции, Кувейта и Саудовской Аравии. Значительный доход ИГИЛ получил от ограблений банков в Ираке, захвата заложников, реализации нефти на черном рынке и транзита наркотиков. Борьбу с ИГИЛ можно назвать своего рода Третьей мировой войной, поскольку многие страны мира ввязались в конфликт с ним, чтобы воспрепятствовать распространению терроризма. Первыми в противодействии с ИГИЛ вступили Ирак, Иран и Соединенные Штаты Америки. Затем к ним присоединилась Австралия, Канада, Египет, Турция, Франция и другие страны, которые объединились в военную коалицию. Не так давно Россия нанесла военные удары по территории Сирии без согласования с западной коалицией. Поддержка России и правительства Башара Асада в Сирии сделала невозможным ее вступление в анти-ИГИЛовскую коалицию. Перспективы ИГИЛ, к сожалению, пока надежды не вселяют. Поставленная на широкую ногу пропаганда приводит к тому, что ИГИЛу присягает все большее число террористов по всему миру. Единственным возможным способом разрешения ситуации эксперты видят наземную операцию и полное уничтожение этой организации на ее территории. Но проблема заключается еще и в том, что под видом войны за веру ведется война за ресурсы. Богатый нефтью регион уже много лет является территорией конфликта интереса в разных странах. И отступать ни одна из них пока не собирается. Без Ирлияда и Стамбула, я думаю, что исламское государство так бы и осталось бы Аль-Каидой в Междуречии и Аль-Каидой в Ираке. Так что, безусловно, нам нужно четко понимать, что терроризм является сам по себе явлением, но и методом, к сожалению, ведения боевых действий и решения геополитических извечных интересов как региональных игроков, так и глобальных игроков. Продолжение следует...